Привет вам, жеужики стратегические! Вы слышите Алексея Халецкого и разработчики Humankind выпустили небольшое видео о том, как будет выглядеть религия в игре. Так как в раннем доступе она вообще никак не была представлена, то мне показалось интересным пересказать вам со своими замечаниями это самое видео. Сначала разработчики говорят, что хотят, чтобы в их игре религия отражала то, как в реальной истории человечества она разным образом влияла на людей, иногда положительно, иногда и отрицательно, при этом позволяя нам создавать более глубокую идентичность той цивилизации, за которую мы будем играть, а также влиять на соседние культуры. Поэтому в Humankind религия будет развиваться в процессе игры. Начнется с того, что игра предложит вам выбрать между политеизмом и шаманизмом. Вы видите на своем экране разницу между этими верованиями. Можно сравнить это с пантеонами из пятой и шестой цивилизации, но скорее это ближе к механике религии из четвертой цивилизации. Возможность основать религию зависит от того, сколько у вас жителей. Вот разработчики просто говорят, когда ваше население будет достаточным, тогда вы сможете основать религию. Что значит достаточным, фиг знает. Дальнейшие верования в ваши религии будут собираться в один большой блок из различных возможностей, которые предоставляет игра. В цивиках можно будет выбрать определенные социальные политики, которые влияют на вашу религию. Так, например, религиозные обряды, которые вы видите на своем экране, могут либо снизить на 10% необходимое производство для создания религиозных районов или зданий, либо позволит создавать процессии. Я бы, наверное, это перевел как даже крестные ходы, если бы религия была христианством. Судя по всему, процессии повышают стабильность в городе за деньги. И, кстати, ваш выбор повлияет на то, будет ваша культура более индивидуальна, либо более близка к коммуне. По мере роста последователей вашей религии вы сможете добавлять новые догматы. Кстати, если это действительно именно так будет реализовано, то есть чем больше у вас последователей, тем развитие вашей религии, то это, конечно, намного более логичный ход, чем то, что сделано в 5-6 циве, когда вы просто за счет веры покупаете апостолов, которые вашу религию развивают. При этом последователей вашей религии может быть мало или вообще быть она распространена только в одном вашем городе. Понятно, что новые догматы будут давать какие-то новые бонусы, а возможно и штрафы, кстати. Также было сказано, что мы можем принимать исторические религии, чтобы получить доступ к дополнительным святым местам. Эта фраза никак не объясняется, поэтому фиг знает, что имели в виду разработчики. А что, если я буду принимать неисторические религии, у меня не будет бонусов, что ли? Ну, узнаем позже. Ваши территории генерируют веру, исходя из социальных политик, которые вы приняли от количества святых мест, религиозных районов, и так далее. А веру вы используете для того, чтобы распространять религию по всему миру. Если данная территория производит больше вашей веры, чем соседней, то через несколько ходов она станет под влиянием вашей религии. Ну, в общем-то, похоже на распространение религии в той же самой Сидмерс Цивилизейшн. Только так как в Humankind игра идёт категориями территорий, а не городов, то, соответственно, обращаются и территории, а не города. Понятно, что распространение вашей религии может вызвать недовольство соседей, у которых религия другая, и стать причиной объявления войны. У каждой цивилизации есть государственная религия. И это опять нас возвращает к четвёртой цивилизации, потому что в пятой вы могли, и в шестой тоже самое, могли просто принять свою религию, основать её, только свою, и всё. И больше вы, в принципе, это никак не контролируете. То в четвёртой на вашей территории могло быть хоть восемь религий, и вы могли по очереди каждую из них принимать как государственную. Это меняло бонусы, это меняло отношение к вам соседей, в зависимости от того, какие у них государственные религии. И похоже на то, что в Humankind примерно такая же будет ситуация. Государственная религия влияет на стабильность, а также на бонусы, либо штрафы, в зависимости от того, какая часть вашего населения следует вашей государственной религии. Кстати, я подумал, если механика будет реализована так, что бонусы от религии идут там, где есть последователи этой религии, и, соответственно, точно такие же минусы там, где их нету, то это будет очень логично. Ну и совершенно верно, не стоит наказывать те цивилизации, которые играют без распространения своей религии. Вы вполне можете принять религию соседа, у которой много бонусов, подходящих вам. Правда, в некотором смысле начинаете от него зависеть, потому что улучшать религию, то есть принимать догматы, может только религиозный лидер, то есть тот, кто основал эту религию. С другой стороны, вы можете контролировать отношение вашего народа к религии, принимая различные гражданские навыки. Например, толерантно ли вы относитесь к религиозным меньшинствам, или наоборот, идете в священную войну за свою религию. Отделена ли церковь от государства, или они слиты воедино, и так далее. Кроме того, разные культуры используют религию по-разному. Например, в древнем мире Альмекис, их уникальным районом, колоссальная или огромная голова, особенно хороши в распространении религии, потому что этот район создает много веры. У другой культуры есть бонус к соседству рядом с религиозным районом. У тефтонцев есть военный бонус, потому что они получают к боевой силе против юнитов, принадлежащим к другим религиям, отличных от их религии. В принципе, все это звучит интересно, и хотелось бы эту механику опробовать в деле поскорее, потому что, повторюсь, в тех видео, которые я вам стримил, в раннем доступе религия не была представлена вообще никак. На этом все, спасибо, что досмотрели, играйте в умные игры, и в комментариях дополняйте меня, если я что-то упустил. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok